В Приволжском федеральном округе выбрали лучшие студенческие школьные театры. За победу фестиваля театральной Приволжья боролись и две постановки из Чувашии, «Страна слепых», а также «Оскар» и «Розовая дама». Удалось ли творческим коллективам покорить сердца зрителей, узнаете в нашем сюжете. За победу в двух возрастных группах, молодежной и детской, боролись 28 коллективов. Каждый регион представлял своего претендента в прямом эфире. Турнирная таблица менялась на глазах. И, наконец, кульминация. В молодежных театрах первое место занимает Чувашская республика «Страна слепых». Напомним, в прошлом фестивале наш студенческий театр «Абрикосы в уса» тоже был признан лучшим. Как и тогда, театр забрал сразу несколько номинаций. Лучшим режиссером стал Дмитрий Миронов, лучшим актером – Александр Чернов, лучшей актрисой – Кристина Никифорова. Искусство – это то зеркало, в котором каждый видит себя сам. И я думаю, что у нас это получилось. Получилось дать такую возможность для зрителей, для ребят посмотреть на себя, на тот мир, в котором мы живем, на те отношения, в которых мы существуем. И попробовать найти ответ на те вопросы, которые возникают. Чтобы максимально вжиться в роль, актеры использовали свои хитрости. «Я играл маленького мальчика, Кареа, и мне достаточно понравилась эта роль, потому что я чувствовал в нем себя. Где-то мы были с ним схожи, но сразу скажу, что слепого мальчика было играть тяжело. Для этого мне, наверное, пришлось снять линзы во время выступления». Если в молодежной возрастной группе лидер определился сразу, в детской группе борьба за лидерство была напряженной. Постановка наших земляков «Оскар» и «Розовая дама» заняла третье место. Дарья Фомина, сыгравшая роль «Оскара», признана лучшей актрисой школьного театра. Победители получат гранты в размере 100-200 тысяч рублей на новые постановки. Торжественная церемония награждения состоится в апреле в Удмуртии.